обзор отеля д собачка си отель четыре звезды попали в него в рулетке отель неплохой но находится он в районе на джам тен есть район джам тен и конец этого района ну вот здесь там выезд уже да это на джам тен здесь хорошие как для паттайя пляже но сейчас отлив пляж чуть дальше туда вперед но чтобы уехать например на пароме вам нужно добраться на тук-туке примерно туда где вы видите башню со шпилем но вы там где много людей в конце там люди на пляже отдыхать в принципе это джам тен район дорогой паттайя один из тех где есть более-менее пляж которым вы можете покупаться до пляжа отсюда от отеля до сия пешком где-то километр и там уже начинается пляж там можно взять прокат лежаки можно без лежаков джам тен и тен и тен и тен и тен и тен джам тен и 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 тен Такой вот у нас номер. Номер на две кровати. Очень маленький, в нем очень жарко. Может сейчас кондиционер заработает, мы только его включили. Не знаю, сказать особо нечего. Одна кровать, вторая, мы их сдвинем, наверное. Вот такое зеркало и вот это что-то еще. Чайник есть. Пару пакетиков кофе положили. Значит, шкаф. Ну, шкаф и шкаф. И такой малюсовкий санузел. Чистенько. Но мы здесь первый день, только поэтому непонятно будут. Здесь убирать не будут. Надеюсь, будут. Все, в принципе, чисто перед заездом новых нас. Здесь все хорошо убрали. Павлинов и гусей, и лебедей нет. Нету, ну, нету и нету. Вид у нас... Ага, у нас с видом на море. Вот такой вот вид на море и на свалку немножко. И на маленькое болото. Ананасы, арбузы. Мясо любое. Яичница, омлеты, глазунья, помидоры, сосиски. В принципе, все мы любителям мяса и любителям не мяса есть, что съесть. Есть отличная летняя площадка. Мы на ней вчера сидели. Так она выглядит. Сегодня народа тоже нету, потому что, как я уже сказал, китайцы очень дисциплинированные. Они все приходят одновременно и одновременно уходят. Если правильно рассчитать время, у нас это с 7.20 до 7.40. Можно не увидеть ни одного китайца. Сидеть, себя спокойно кушать. Никто не орет под ухо, не бегает, не вырывает еду, не залазит. Перед тобой в очередь все это достоинство китайцев. Они хоть люди и неплохие, но они не обладают субординацией какой-нибудь. В общем, сейчас их в такое время нету и можно хорошо покушать. На летней площадке отлично, классно, свежий воздух, но много мух. В помещении мух нету. Но шумно, если много народа. Мы сели под кондиционером, так что у нас сейчас вообще хорошо. На крыше отеля Dessia есть бассейн. Бассейн неплохой, людей в нем нету целый день, днем жарко, а вечером не знаю почему нету. Наверное, нас бы здесь не было, но наши дети очень его любят, поэтому каждый вечер после пляжа, после экскурсии мы приезжаем, поднимаемся на крышу и идем в этот бассейн. Работает до восьми, лежаков мало, здесь три штуки лежаков только, ну, в общем, выпить пиво, посидеть, съесть какую-нибудь рыбу. Вид очень хороший. Вид хороший, вид на море, чувствуется запах моря. Несколько высоток красивых справа, слева. Это корпус у нас, корпус C, корпус B, он впереди, такой же точно бассейн. В общем, можно подняться, поплавать при желании. Бассейн неплохой, глубокий, вода хорошая, чистая. Такой у нас получился обзор отеля Dessia. Приезжайте. Но это не самый лучший отель, это бюджетный отель. Но если вы уже сюда попали, в принципе, он достаточно неплохой и он полностью стоит своих денег. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новых видео. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр.